Здравствуйте всем, давайте поближе. Мы сегодня будем работать только руками, так что, пожалуйста, близко сняйтесь, снимем кусок. Сразу скажу, этот мастер-класс я читал для детей, школьников от восьмого класса, так что, думаю, вам всем тоже будет понятно, что вообще здесь происходит, и всем будет интересно. Наконец-то что-то поймёшь. Мастер-класс рассчитан на свободное присутствие, так что любой вопрос вы задавайте по ходу дела, потому что иногда придётся прямо сюда погрузиться, и чтобы не терять вас, можете задавать вопросы. Итак, ну сейчас давайте с вами установим какую-то цель, для чего мы ещё здесь собрались. Значит, мы сегодня с вами будем писать игру. Игра очень интересная. Как видите, у нас есть два светодиода, четыре кнопки и куча всяких проводов, ну и самое главное, альбина, которая будет алгоритм игры выполнять. Идея какая? Игра запускается, один светодиод загорается какой-то комбинацией красного, синего и зелёного цветов. Ну, то есть он загорается какого-то цвета. И у нас есть второй светодиод, которым мы умеем управлять. Как раз таки тремя кнопками. И мы можем добавить ему синего цвета, добавить зелёного. И наша задача подобрать второй светодиод как можно ближе к цвету первого светодиода и получить результат. Ну, грубо говоря, давайте я вот просто ради эксперимента подобрал какой-то цвет, нажимаю, и мне адвина показывает, что расстояние между тем значением, ну, с новым значением и старым 128, это далеко. То есть чем ближе, чем меньше это значение, тем лучше, значит мы ближе подобрались. Как бы, правила игры понятны? Ага. Окей. Ну, тогда мы начнём с чего? Начнём с того, что мы всё это теперь разберём. Прямо 0. Зато аккуратно. Очень чистенько. Так. Чтобы это у них ничего не было здесь. Так, и вот так. Итак, поехали. Итак, что такое Ардуино? Ардуино это платка. Платка управления, в которой мы можем закинуть свой код, и она будет выполнять нужный нам алгоритм, которым мы захотим, и можно вообще творить невероятные вещи, создавать умные дома, и как многие рассказывали уже на те субботниках, творить нечто невероятное, но мало кто знает, как именно это сделать. Начнём с того, что у нас есть USB-порт, это куда мы будем, в общем-то, вставляться обычным кабелем и закидывать программы. Нас здесь интересуют именно вот эти маленькие входы, это пины. Пинов существует неимоверное количество от, скажем так, от модели платы, их количество меняется. Основная задача пина это, не знаю, выводить информацию, да, передавать сигналы, создавать их, и как бы, в общем-то, работа так и происходит. То есть, например, я сейчас вам могу показать программа, то есть вот этот маленький стадиотик, красненький, он работает на 13-м пине, да, то есть на 13-й ножке. Если мы сейчас немного возьмём программу и напишем, там, 13-й пин, по-моему, output, и, скажем, ему, ну, ему нужно мигать, да, то есть мы делаем delay, ну, я объясню сейчас по ходу, что это означает. Delay. Delay. Сейчас. 12-й. 12-й. Читал. Ага, капс лог, отлично. Вот так принято здесь. Пересобираем сборку, заливаем. Так оно и надо. Так оно и мигает и тот, который... Да, тот, который устроен, и тот, который мы забили. То есть... А, не open-up 13-й? Да, не open-up 13-й. Ну, то есть 13-й пин, ну, какой-то стандартный, он для Ардуины такой индикационный, который показывает. Мы можем, да, поставить любой. То есть я сейчас немного расскажу по поводу программы, да. Как видите, у нас здесь написано две функции. Void Setup и Void Loop, ну, прям по очереди. Ардуино таким образом сделано, что мне нужно реализовать эти две функции. И функция Void Setup, то, что в ней написано, срабатывает только один раз вообще за весь жизненный цикл Ардуино, ну, то есть пока включили питание. А Void Loop работает постоянно с какой-то частотой. В зависимости от актового частотого процессора он достаточно длинный. И, как вы можете видеть, мы в программе Setup установили на наш пин 13-й, ему возможность выводить информацию, да, то есть вот он выводит информацию. И в функции Loop мы каждые тысячи, ну, мы ждем секунду, записываем значение туда low, чтобы не было света, потом ждем опять секунду, записываем high. Таким образом у нас получается, что каждая секунда умигает. Ну, это что касается пинов. А сейчас этот риод можно прям непосредственно в пин открыть? Да. Ну, например, таким же образом мы можем сейчас этот же поменять, например, на, давайте, восьмой пин, чтобы показать. Он мигать не будет. Ну, а если мы сейчас изменим программу, чтобы он у нас восьмой ждал информацию, то есть вот это место надо поменять. Восемь, восемь, восемь. Не хватает длины ног. Значит, пойдем в двенадцатом. Шпук. Двенадцать. 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 Гружаем. О. Видимо, с фидиода уже пришел конец. Ну, вот он. Был-то. Отлично. Да, ему плохо еще там изнутри. Главное, чтобы не пином. Ну, пином. Оп, что если придет конец. Отлично. Отлично. Значит, вгрузим сейчас пустую программу. Ну, значит, что нам дальше нужно? То есть, работать сейчас с фидиодами мы поняли как. Давайте сейчас немного попробуем использовать наши кнопки. Ну, что такое кнопка? Да, кнопка это буквально соединитель между двумя проводами, и при нажатии проходит ток, и этот ток мы можем, опять же, регистрировать на пинах. Чтобы все с вами работало, мы будем использовать бредборд. Бредборд – это отличный инструмент для протекипирования и создания своих плат, не используя паяльник, не думая над схемотехникой, не создавая там методом лазерного утяга своих плат. Ну, то есть, очень хорошо помогает для создания какого-то устройства и понимания, насколько оно хорошо будет работать, проверки кода, ну, без больших знаний, затрат и так подобное. Ну, небольшая теория, да, то есть, как бредборд выглядит. То есть, вы видите здесь вот, в точечке, да, входы, здесь находятся рельсы, то есть, она... Две параллельные рельсы, которые не пересекаются. То есть, если я сюда цепляю плюс, то по всей рельсе вниз будет плюс. Если я сюда цепляю минус, по всей рельсе вниз будет минус. Ну, так же с другой стороны. А идея здесь, они перпендикулярны, то есть не наоборот, то есть если я цепляю здесь, она в эту сторону будет плюс и так далее. Здесь они не пересекаются. Ну и, например, как это будет выглядеть для светодиода. То есть мы сейчас, где мой зеленый светодиод, это смертный, точно. Мы его сейчас возьмем и вставим короткой ногой в минус и какой-то ногой на какой-то порт. Так, цепанем теперь минус. Не всегда, просто как хочется. Вот, все. И, значит, нам нужно указать, то есть мы, получается, цепанули в минус, как у нас было, и выводим на какой-то порт. Вот, у нас это был порт 12 в старой программе. Здесь надо все вернуть, как было, и загрузить. И если я не перепутал полярности, а я их, пиклонит, не перепутал, то, видите, получаем то же самое. То есть, что как будто мы вставили стадион прямо в плату, как было до этого. То есть, принцип достаточно простой, понятен, но мы продолжим. Итак, чтобы у нас все это работало, нам нужно уметь работать с кнопкой. Чтобы кнопка заработала, ее нужно вставить в бредборд и каким-то хитрым способом подключить. Для начала, ну, то есть, как регистрировать сигнал с кнопки. То есть, идея какая. Нужно кнопке подвести постоянный ток, ну, какой-то, вот, 5 вольт, который у нас есть. И при нажатии на эту кнопку, кнопка, получается, замыкает цепь, и ток можно регистрировать. То есть, чтобы создать ток, нам нужно подцепить минус и плюс, чтобы они двигались по нашей цепи. Вставляем одну ножку, которая на плюс в 5 вольт. Тут она написана, так что все понятно. А которая на минус здесь в ground, ну, земля. Теперь, нам нужно нашу кнопку притянуть к земле. Таким образом, чтобы кнопка сама по себе произвольно не, как ты сказал, не создавала сигнал. Потому что, ну, может постреливать. Я не могу вам объяснить конкретно, почему и как это работает, но знаю то, что нужно... Да, нужно заземление для кнопки. А программа, как разумеется, не будет? Нет, это... Чипы на фейерных акмели, их можно программно... Что с ними сделать? Там внутри встроенное сопротивление, где-то порядка 100 кВт. Это выхватает. Это где, в кнопке, да? Нет, в самой... В самой акмели. Ну, да, да, это можно создавать, но... То есть, в... Поинициализировать. То есть, вы... Вот кинмода идет... Делаете его как выход. Еще должен быть инициализация. То есть, если он выход... То можно, по-моему, подтянуть его... А, нет, то есть, для входа можно подтягивать внутренним резистором. То есть, к положительному или к отрицательному. Понятно. Ну, по крайней мере, в Ардуино не знаю, а когда пишешь на C... Ну, у Ардуино тот же самый IC, как бы, с этим не проблема. Так. Подключение кнопки было. Теперь надо каким-то образом это проверить. Давайте цепанем опять наш светодиод на 13-й пин. И попробуем написать такую программу. 13-й. Ну, 13-й уже будет. Просто 12-й, это опять надо его там двигать, а он опять не будет работать. То есть, на 13-м пине у нас находится светодиод. Он с режимом Output. А на 12-м... Не на 12-м, а на 4-м. Input. То есть, мы будем вводить информацию. Так. И теперь нам не нужно мигать. Нам нужно считывать значения с 4-го пина и в зависимости от этого что-то делать. Давайте попробуем. Если... По-моему, как там? Digital Read. Digital Read на 4-м пине равен height. Ну, то есть, ток туда прошел. То мы должны что-то сделать. Например... Что-то аналог же было. Analog height на 13-й пин. Значение height. Это зависимости... Все верно. Так. Программа была закинута. Нет, не была еще закинута. Никита все исполнил. Он ничего не помнит. Угу. 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 Вот это самый страх мой, когда я готовлюсь таким мастер-классом, о том, что я где-то накосячил. Или что-то забыл. В данном случае, скорее всего, что я мог забыть. Угу. 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 Ну, к сожалению, это так просто не вывести. Ну, почти все. Ну, почти. Все, чувак умер. Ну, постоянно и везде. а подай напрямую плюс все работает напрямую плюс напрямую сразу ток подается может куда кнопка может не формируется так а сегодня у нас же витязи прилетели к нам или стрижи или стрижи видите здесь город закрыт и сегодня я ли успел будем подготовиться так у меня такое ощущение так мы идем плюсу 5 вольт цепляемся проходим зацепляем неожиданно да нет на платье как раз таки не горит потому что мы не сказали ему что он должен а может неправильно бугот сделать я не обратил внимание предыдущим способом когда зажигал светодиод да аналог проект был диджитал аналог читал вот спасибо большое значит кнопка я не накосячил давайте заново ее закинем то есть светодиод не горит кнопку нажимаем он горит отлично значит таким образом теперь нам надо установить получается четыре кнопки да у нас три кнопки на канал rgb то есть красный зеленый синий и одна кнопка на reset так что вот сейчас тот момент когда я говорил надо будет немного посидеть вопросы может быть какие будь да существует rgb светодиоды у них своя распиновка и то есть можно понимать что ты делаешь ну то есть там как там там четыре ножки одна ножка уходит на землю а три ножки при подаче на них определенного тока дают цвет красный зеленый там как раз мы будем использовать аналог врать да все верно да ну как бы не промежуточное значение от 0 до 255 это и удобно через порт шин через порт шин все верно pvm контакта я вот сейчас вставлю кнопки и расскажу про это а не скажете это ардуина это клон это да это китайская с алиэкспресс 350 рублей а разница исключительно в микросхеме которая передает заливает да ну то есть нужен просто будет дополнительный драйвер который называется CH там как то так все про него знают да 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 и отличий никаких но это и приятно потому что ардуина как проект создавался open source и поэтому все грубо и предполагалось что предполагалось что он open source да 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 то есть и все поэтому да 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 то есть поэтому китайцы просто взяли ну известно грубо говоря распайки и просто начали печатать красивенькие платы вот и они очень удобно они там прям собирают комплект там для начинающих там это там стоит там ну для меня тогда стоил 400 рублей и до сих пор не испытываю проблем бред борда правда такая так себе но для начального уровня подойдет причем с этими платами спокойно и вообще без каких-либо проблем работают ну все дополнительные ардуиновские модули там типа экранчиков модули реального времени так давайте запишем то есть у нас получается reset кнопка да кнопка red кнопка green и кнопка blue тогда мы сразу смотрим кнопка blue уходит у нас на четвертый порт кнопка green у нас уходит на восьмой порт ставим кнопку blue что то не то но это и нужно было что показать что просто как это работает посмотрите давайте нажимаем на самом деле там еще больше нюансов то есть там какой частотой это будет выполнен вот например ну нет какой то частотой и частота зависит от процессора я не помню конкретно для этой платы но я честно вам не скажу точную цифру стандартном она вроде один или восемь обычно вот молодой человек молодой да если или нет кварцевого регионата то есть никаких блокирующих вызов ну и многопоточных нет так идем на седьмой то есть thread у нас ушел на седьмой пин и осталась кнопочка reset есть целых две ноги прижимать ах ладно оптимизируем так 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 и да 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 который распространяется на официальном сайте бесплатно и для всех проблема только в том что вам нужен драйвер который бы ну определял бы ком порт по которому подключается китайская ардуино но она как бы создает виртуальный ком порт или как то так боюсь набрать и уже подключается второй порт отлично у нас есть четыре кнопки теперь нам осталось подцепить светодиоды трехцветные итак значит вот они наши трехцветные светодиоды я могу вам сразу сказать у них четыре ноги и они все разной длины самая длинная нога это земля ее мы сразу отцепляем и теперь у нас идет вот мы смотрим значит на наш светодиод смотрим на оставшуюся длинную ногу и смотрим и получается оставшая длинная нога это красный следующий это зеленый и последний это синий то есть если мы вставляемся вот сюда например так и будем использовать нашу программу у нас на 13 пине будет загораться какой-то свет то есть первое что делаем мы подцепляем землю так чтобы происходил вообще ток 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 происходит почему сейчас я не снял не попадет так и пин трнадцатый если я ничего не забыл не накосячил и не соврал должно быть все в порядке сейчас он должен загореться о загореться красным все верно да то есть была самая длинная следующая у нас будет синяя следующая будет зеленая так то есть у нас получается справа налево это красный синий и зеленый отлично и тогда можно сразу тогда запоминать что у нас на давайте возьмем пин третий то есть у нас два светодиода есть и игровой светодиод и начальный светодиод red green blue red green blue и игровой светодиод красный у нас уже находится на контакте 3 так раскидаем оставшиеся синий у нас уходит синий у нас уходит пускай на контакт 5 на контакт 5 и зеленый всегда на бумажку записывать да зеленый уходит зеленый уходит на шестой ну и осталось цепануть наш не игровой грубо говоря тот которым будем примиряться со стадиот рядом синий тут бам и ему также раскидать все контакты пускай пускай у нас значит красный уходит на девятую пускай и объясню почему я беру вот такие цифры портов потому что они ближе всего я их первый увидел и у них есть волнистая линия означает что эти порты могут передавать значение от награды 255 в общем то что мне нужно вот посмотрите видите вот 11 10 9 у восьмерки нету то есть восьмерка может передавать значение 0 в днице х или лоу тот маленький что ну шотик целом ну как это тильда это называется ну да больше похоже на тильда так уходит на не соврать на десятый на десятый и остался последний порт мы цепляем его в одиннадцатый и вот такой небольшой адр так как бы да как это и получается ну что ж можете посмотреть если интересует поближе пока начнем писать программу ну ну что нам первое нужно первое нужно нам определить пины да то есть нам нужно определить какой пин что делать то есть у нас получается будет раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять пинов из них раз два три четыре которые будут входить да получать информацию а оставшиеся шесть выдавать информацию ну и чтобы сделать это проще и мы там не забыли мы можем видеть просто переменные и сказать например инт рез бат пин он у нас на втором инт что у нас у нас игровая кнопка game бат пин на седьмом int game бат что давайте там green red pin green pin у нас на восьмом int game бат что у нас остался blue да на четвертом Отлично. Раскидали. Теперь мы, значит, раскидываем по светодиодам. У нас есть game red pin на третьем, int game green pin на шестом, int game blue pin на пятом. И осталось неигровой, то есть начальный. Он просто будет какой-то red, green, blue pin, просто чтобы мы знали. Пускай это будет red pin, он на каком на девятом, int green pin на одиннадцатом, int blue pin на десятом. Отлично. И теперь, то есть мы создали эти переменные, и создать их можно было, по-моему, вот тут. То есть меня функция. Вот в этом месте. И теперь нам нужно эти порты все дать какое-то значение им. Чтобы они были либо считывающими, либо, наоборот, выдающими. Значит, поехали. ResBat. Он у нас получается input. Так. А? Что? ResBat. Да, все верно. Автодополнение идет. Автодополнение, по-моему, подключается. Так, поехали дальше. Game, bat, red pin. Он у нас тоже input. А если pin, ничего не задать? А потом нужно использовать. Будет ошибка компиляции. Ну, то есть программа компилируется на компьютере, и потом закидывается уже скомпилированный вариант на ардуино. И, как бы, если существует ошибка компиляции, программа не закидывается, и пишется, что ошибка компиляции в каком-то месте. Ну, то есть нет какого-то дефолтного значения, то есть он input или output. Есть какой-то третий состояние? Нет, у нас станок появится случайно, может случиться и все. Да, как появится? Скорее всего, так. Квардюрина может и так, а оси, когда пишешь, там есть у них, где в группе, не знаю почему. Такие? Под этой щитой смотри. Ага. Нет, здесь вполне нет. Она просто напрямую заполняет. И тут. Так, это мы раскидали кнопку. Теперь надо вот эту штуку. Пин мод. Это у нас пошел уже игровой стадиот. Game Red Pin. Он у нас уже будет output. Среда. Вот. Среда. Вот. Среда. Или одна ошибка. Или много. А давай наоборот попробуем проверить, если по наименьшему сопротивлению. Ха-ха-ха-ха-ха. Не слабо. Не слабо. Посмотрите, я на это заметил. Так. И остался… Ну да, функция с передающими значениями, верно же? Там точно будет. Понятно. Если считаете, что это си, то как выбрать? Ну да, это не просто. Да. Можно было проголосовать, я считаю. И проверить. Так, и у вас остался Red Pin. Ау-ха-ха. Ау-ха. 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 Как помолчание. А это приваливает. Все хватает. А с простым завершим. Грин пин. Аутпут. И пин мод. Ау-ха. Ау-ха. Грин пин. Грин пин. Отлично, мы все описали. Теперь можем с этим работать. Ну, нужно еще объявить переменную типа Level. То есть, у нас какое-то значение задается в начале игры нашего основного светодиода. То есть, нужно еще 6 переменных, которые бы описывали значения уровня красного цвета, зеленого цвета или синего цвета. То есть, это будет так. Сначала светодиода, который включается в начале. Level. Red. Пускай будет 0. Int. Level. Green. Пускай 0. Int. Ну, пускай 0. И того светодиода, который мы будем менять. То есть, у нас получается game.red. 0. Int. Game. Green. 0. Int. Blue. 0. Отлично. Все. То есть, у нас получается что-то задается. нам нужно задать еще штуку. Нам нужно получать случайные числа. То есть, нам нужно создать какое-то как-то random seed. Это семя получается же, да? Как-то? Да. Аналог. Нет. Из нулевого пина. Так, чтобы случайное число получалось. И еще нам нужна штука. Чуть попозже понадобится. Так. Все. Поехали. То есть, у нас все пины выделены. Теперь нужно что-то начать с этим делать. Первое, что мы должны попробовать, это запустить игру. То есть, при нажатии кнопки рез у нас должно смениваться значение нашего первого светодиода на случайные значения и как бы пытаться продолжаться игра. То есть, для этого сделаем сейчас переменную Boolean. Например, назовем game is run. То есть, играет ли сейчас игра? Изначально игра не играет. То есть, она не запущена. И мы здесь ее запускаем. Если игра не запущена... Если игра не запущена, то нам надо ее запустить. Мы говорим, что у нас... Какой? Level Red, да? Который... Level Red получает значение random. 255. Да, 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 да. Level Green получает значение random. Тоже 255. Level Go. Да, 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 да. То же самое. Так. У нас есть эти три значения. Теперь эти три значения нужно записать. с помощью команды Analog Bright. Она состоит из двух. Значит, у нас пин, да? То есть, а пин у нас он прописан... И просто гейм пин, да? Гейм, цвет пин. Гейм, цвет пин. Гейм, цвет пин. Гейм, цвет пин. Да, игровой. Не тот, который контролируем. Вот. Гейм — это как раз контролируемый, да? А просто который без ничего. Игг, и передаем ему левел. Наоборот. Наоборот. У нас здесь получается Green. И тут у нас не наоборот. 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 И надо сменить значение на гейм изравнованно true. Гейм изравнованно true. Давайте запустим. А ну, мы сейчас запустим. Давайте запустим. Нет, предложение хорошее. Скажешь, у кого-либо 100 вызов рандом сил? Ну, это, то есть, чтобы получить рандомное число, нам нужно какой-то, не знаю, 7. Мы берем его, ну, какой-то элемент, от какого будет считаться случайное число. И мы берем из порта 0. Ну, я не знаю, я взял эту стандартную команду, как бы с ней работаю. Принимаю это таким образом. А с собой минициализированный порт? А вот этот порт не надо прониклицировать как-то? Ну, такой порт не надо. Нет, а это как раз, чтобы случайное было. Ну, понятно. Там, получается, порт... Это вам минус, как АЦП? Нет, в смысле. То есть, с него он, то есть, из воздуха берет на литерунку. Да. Получается. То есть, его разве не надо сделать как вход? Нет, все так работает. Если его сделать, там как раз pull-up резистор подключится, и там всегда ноль будет. Случайная величина. Может, вы не протянете? Нет. Без внешнего резистора внутри же есть. Его тоже можно и так подвесить. Не надо. А если сейчас на резид нажать, то будет другой цвет? Если сейчас на резид нажать, он запустит эту программу. Будет другой цвет. Отлично. Нет, еще нельзя. Еще мы не сделали таким образом, чтобы менялся цвет другого светодиода. А теперь я буду списывать, по-моему. Вот, поехали. Теперь нам нужно при нажатии на каждую кнопку увеличивать значение светодиода второго нашего на какое-то значение. Каким образом это сделать? Нам нужно, естественно, условие, которое бы проверяло, на том пине, где сейчас находится кнопка, случилось ли нажатие. Это мы делаем так. Digital Read. Мы считываем значение из пина. Например, давайте Red Button. У нас там GameBat Red Pin. GameBat Red Pin. Если там значение равно High, то, значит, кнопку нажали, и мы можем что-то делать. Давайте мы сделаем такую штуку. Мы просто будем... Game Level... Нет, как там было... Game... А, вот, GameRed. Просто GameRed. Мы будем увеличивать на, грубо говоря, 5. Чего-то там. Ну и нужно сделать условие, что если мы превышаем значение 255, значит, возвращаться опять в ноль. Вот так. Можем это уже, наверное, даже запустить. Нет? А, ну да, конечно. Да-да-да. Отлично. Попробуем. Это ли кнопка? Нет, нет. Оно никуда не записывается, так что это... Мы не увидим. Точно? Точно. О-о-о-о-о-о-о. Точно. Вначале надо записать же... Конечно же. Надо, чтобы постоянно у нас это писалось. GameRedPin, это мы куда записываем и записываем какое значение, у нас там, по-моему, RedLevel. Вот значение увеличивается, очень быстро, и чтобы от этого избежать и было более-менее красивенько, можно, конечно, сделать дополнительную функцию понимания кнопка нажата и время. Самый простой случай это сделать дилей. Дилей у нас просто задерживает выполнение программы на вот это значение. То есть, когда я использовал прошлый раз, был дилей 50, по-моему, было нормально. Вот, и он увеличивается, доходит до 0, увеличивается до 5. То есть, мы не проскакиваем это значение, поэтому мне кажется, какое дикое мигание. Вот таким образом. Все, ну и осталось теперь это же самое сделать для трех оставшихся кнопок. Я могу, конечно, как хороший студент написать функцию и не париться, но я буду просто копировать. Так, Red есть. Теперь намложим Green. Game Green. Game Green. Game Green. Так, и у нас остался Blue. Я сказал, что я могу. Но у нас же для чайников, так что копипаста это не весело. Очень конечно, по-моему, скажу. Green. Game. Green. Game Blue. И Game Blue. Так, вроде все три. Синий есть, зеленый есть, красный есть. О, все, в игру уже можно начинать играть. Но остался только один момент, чтобы нам проверять нажатие на Rest Button, чтобы игра как бы заново начиналась. Ну, а делается она, естественно, точно таким же образом. Мы проверяем значение на пине, который отвечает за кнопку результатов. А это был второй пин. Ой-ой-ой. Ого. Ctrl-Copy. 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 Digital Read. Это у нас, по-моему, же ResBat, по-моему, называется. ResBatIn. ResBatIn. High. Мы. Что должны сделать? Мы должны поставить GameRunFalse. IsRunFalse. И таким образом мы опять попадем в это значение if, вот в это значение, и сменим все значения. И перед тем, как мы на данную игру, нам нужно сбросить значение левела нашего игрового светодиода до нулей. Ну, чтобы не было путаницы опять-то на скане. Не надо. Не надо. Пусть остается. Что случится? Ну, предыдущее значение, которое вы поймали, сейчас остается. А мы его сейчас будем записывать. Нам же надо его тоже куда-то вывести же, правильно? Чтобы, ну, был результат какой-то. Нет, сейчас интересно. Сейчас запустите, какой будет цвет с этого года. Если он очень быстро выйдет, меня этот формат. И что, вот сюда нажать сейчас? Да. А и держать, да? Азать и держать. Чего? Ничего. Чин-чин-чин-чин-чин-чин. Чин-чин-чин-чин-чин. Куда же это можно задать? Пока, если у вас завал誕. Во второй, мы его определяли, resBadPinInput, resBadPinInput, он второй, он там тоже второй, вот он, resBadPinInput. Ну, мы можем делать, выжгли в торопе, и списать, правильно же? Чего? Во! Чего? Сюда. Сюда. Давайте. Пробуем. Чего вы хотели? Без дела я посмотрю. У меня и дископ. Надо проверить, вообще кнопка работает? В прошлый раз она работала. То есть сейчас... Нет, это вот поменять цвета. Да не работает кнопка. Кнопка не работает. Нет, цвета того поменяю, неужели она сбросится от кнопок. Нет, кнопочка не работает. Почему? Слушай, как тяжелый, по-моему, софтверной проблемой. Да, вот в этом-то интересно. Да, слава не работает. Да, слава не работает. А тут здесь чуть-чуть подставляет, настоящий. Нет, нет, нет. То есть, никакого не работает. Там, втамного пинта не работает. Но, как-то не имеет. Сейчас мы давайте просто пинтарик поменяем там нажимаем. Синий, свободный. Вон, 12-й был. Так. Смотрим. Это у нас уходит на плюс, это на плату, это притягивается. Все верно. Пробуем просто поменять со второго на 12-й. Ну, может быть, пин уже там что-нибудь проблемный. Нет? Нет. А можно с крючком, с крючком на стороне. О! Отлично. Чего? Нет. Нет. Ну, я не знаю. Рязетам можно только подставать, а вот такая. Ну, конечно. Нет, можно просто в колодочке крутить. Тоже вариант. Это же... Если ты делал, то я за колодочкой пробовал. Да, я не знаю. Хорошая игра, нет? Это подгонное напряжение. Чем ниже, тем лучше, да? О! Не знаю, кружочкам, спасибо. Ну, ты кнопочка... Попробуйте напрямую пробовать. Давай, сейчас попробуем. Ну, напрямую должно сработать. Только что был такой момент. Сработало. То есть, мы замыкаем, и он сейчас будет менять каждую секунду цвет комбинацию. Ёлочка. Класс. Илья, мне нравится это сделать. Может, где-нибудь не попали? Может быть. Я вот сейчас проверяю. Давайте проверим кнопочки работы. Конечно же не так, верно? Так. Наверное. Так. Так. И на неё просто идёт. Чё-то не меньше. Так. Вот он. Так. Это вот он плюс. Ну, я поменял их кристалям, чтобы его будем протитипировать. Это минус ты показываешь? Нет. Это плюс. Это идет плюс. То есть, нарисован минус, но я поставил плюс. Понятно. А минус-то куда-то? Где плюс? Нет. На неё. На неё. И кнопку. Вот он. Почему? Вот он. Через резистор. Уходит минус. А сюда уходит плюс. То есть, мы подаём на неё питание. И с минуса пытаемся это питание поймать. Почему? Не работает. Кнопка не работает. И вторая видимо тоже. Возможно, знаете, проблема в том, что у меня бредборд уже китайский, бедный, весь покоцанный. И до него что-то не доходит. О! Всё. Отлично. Это уже не сильно важно. Нам осталось теперь выводить результат. Чтобы выводить результат, нам нужно подключить серийный порт и выводить в него информацию. То есть, нам нужно начать эту информацию выводить. Мы говорим Serial Begin, причём с какой-то, это по-моему, чистотой. Та передача информации, где у нас вот уже Setup. Так. А? И теперь при нажатии кнопки нам нужно посчитать вот это значение вектора, которое было, и передать. Я посмотрю, как писать туда. Вот это вот значение. Ура! Всё просто. Ура! 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 Чётся! Так. У нас есть Game Red. Втянулся полностью. Минус… Game Red минус, какой там был первое значение? Мамы! Ах, пин. Ты меня в бейке смотришь? Вот такая пин. Пин у нас уже нет, у нас тут левелы остались и у нас левел рад. Левел рад, отлично. И вот теперь... И теперь это значение нам нужно... Это значение надо вывести. Нет, вот я его и создаю вот здесь. Открываем монитор последовательного порта. Смотрим. Вот, да? Все, игра пошла. Теперь мы закрываем это крышечкой, чтобы можно было более-менее что-то делать. Так, цвет у нас очень синий. Блин, зеленого по-моему нет. Я чуть-чуть добавлю, красного вообще уберу. Так, зеленый, 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 давай. О, очень похоже. Ну как, результат? Вау. Не очень похоже. Игра вот она написана при вас. Если хотите, поиграйте, попробуйте свои результаты. Вопросы какие-то по исполнению, если у вас есть, прошу. Разбирался сам, читал и готов ответить. А давай выведем? Нет. Мы результаты выводим после сброса. И поэтому у нас данные результаты. Почему? Гейбред. Ааа, ошибка. Гейбред. Почему? Нам надо просто сначала вывести это все дело, а потом уже удалять. Слушай, а мне вот интересно, длина этого вектора или большая. Почему? Да? Ну, сатурэйшем, ну ничего. Это, там, просто туда. То есть, сатурэйшем. Ну, если просто длина. Как говорится? Лбит. Лбит. Или ВСВ. Субарь, значит. А брать и цель. Нет. Субарь. Получается здесь. Так. Пробуем. Пробуем. Синего. Чуть-чуть красного вижу. Ой. Много зеленого. Вижу красного. Пробуем. Пробуем. О! Очень близко. Ну, идеально добиться нуля, да? Когда мы попали точку в точку. Нет? 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 Да. Ну да, да, да. Ну, я говорю, идеально добиться. То есть, существует, конечно, погрешность. То есть, дальше там можно, конечно, изгаляться. Добавлять, что каждое нажатие кнопки, это добавление плюс единицы, да? А при зажимании еще единицы не добавляется. Тогда пытаться добиваться этой точности. Так что… Ты давил мощный, то есть, я не знаю, в смысле есть точно что. Поблема с игрушки на порт, для достижения зона курит. Ну, там, да. Там все трэблшутинги. Вот. Так что, на это, наверное, я закончил. Подходите, пожалуйста, играйтесь. Ну, и, как бы, такой вывод, да? То есть, я пытался показать, что на Ардуино ничего сложного нет, да? То есть, это… То есть, мы просто берем пины, надо посильнее прям вдавить. Мы берем просто пины, мы берем, передаем эту же информацию в виде нулей единиц, да? То есть, грубо говоря, пока я там, ну, изучал от Ардуино, решил попробоваться немного в GPS, да? И, например, покупаешь китайский грибочек GPS, он имеет четыре контакта, один из них – это земля, и три контакта, которые выдают тебе информацию, плюс дополнительная библиотека, которую ты скачиваешь. И по результатам тебе этот грибок на твои пины будет выдавать три значения – это долгота, широта и угол наклона, ну, относительно земли. То есть, как бы, если мы хотим с помощью… Дай, 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 дай. Нет, все. 125. 125. Если мы хотим с помощью РБИНы изучать GPS-локацию, как-то ее получать, грубо, нужно иметь этот грибок, эту библиотеку, и мы однозначно знаем три координаты, с помощью которых это надо знать. Ну, это что касается, да, вот, GPS-локации, как бы, понимание того, что все работает передачей, там, 0 ледницы, там, или 0-255, вот так вот это работает. Так что вопросы какие-то есть, я хотел бы ответить. Нет, можно поиграться дальше, я ее не забираю. Максим Андреевич набрал 44 лодж. Знаете такого? Он набрал 44, пока это вообще его рекорд, кто играл в эту игру. Конечно, еще крутой вариант, да, вместо обследованного порта мы цепляем мониторчик, на мониторчик выводятся твои дополнительные значения, которые ты выводишь, мы где-то пальцем цеподвали кабель, и поэтому она замкнула зеленой. Косочки. У вас, ну, синий. У красного там мало. У красного, там, мало. Здесь сейчас мало. Надо больше. У красного. Блин. Надо не кнопочки, а ручки. Оп, сбили. Не утром в руки. Стэшшшшшшшшшшшшшшшшшшш... Стэшшшшшшшшшшшшшшшшш... Здесь синий, здесь зеленый, почему он работает неправильно, а здесь у нас красный. Видно, что-то у нас замкнулось. Зеленый как-то быстро? Нет, с зеленым что-то запнулся короче, сейчас пытаюсь понять где. Красный работает нормально, красный работает нормально, синий работает нормально. А вот зеленый, все, у нас еще нет. Может быть это связано с тем, что там... Один сказал, что-то... Почти выдернулся? Да, стоп. Давай, вольем. Сейчас, сейчас, запустится. Ну, то есть, куда он опять запройдет, а следовательно порт. Все, можно. Кнопка кряхнулась. Кнопка кряхнулась. Кнопка кряхнулась. Ну, то есть, видишь, мы нажали, он манигнул и увеличивает ее сам. Залипла? Залипла, да. Сразу. Сразу. Какие могут быть варианты? Чуть-чуть ее отцепить. Еще искать. Да. О, я починю. Хм. Интересно. Так. 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 Окошечками накрываем. Еще. Так. 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 Аминяне. Там. На фоне этого, проект который у меня немного висит. Через создание будильника на компьютерах. То есть, грубо говоря, есть маленькая Ардуинка которая питается от блока питания компа, ну там несложно вывести, отдельный кабель, ну и там с экранчиком, с кнопочкой, с встроенным будильником, и вместо того, чтобы ты заводишь будильник, когда время приходит, она включает комп со своими средствами, там включает музыку, телек и тому подобное. Это близко же было. То есть, как бы, грубая реализация такая, то есть, тебе нужно реализовать будильник, ну то есть, функция, которая в определенный момент времени выдаст тебе ноль или единицу, да, потом тебе больше ничего не нужно, ты берешь, там, из какого-нибудь там седьмого пина подаешь 5 вольт на материнскую плату компа, и у тебя просто происходит запуск компа, и все, больше ничего не нужно. Нет, она будет работать плохо, нужно, RTS-модуль нужен, ну то есть, он, в Нардуине он и есть, но он со временем теряет свою точность очень сильно, и поэтому нужно покупать дополнительный RTS-модуль, и кроме того, RTS-модуль со своей батарейкой, то есть, грубо говоря, при выключении электричества у тебя все будет работать. Получилось так, что ты увлекся именно на эту тему, у меня какой-то такой вопрос. А, короче, да, у меня очень много знакомых программистов, разработчиков и людей, которые интересуются всякой вот такой вот штукой, и как-то мне дали сайт, не помню, как называется, но сайт схемотехников, там, типа, всяких чуваков, которые делают что-то, там, берут, паяют свои платы, ну и там, начинаются, там, часы из жесткого диска, когда у тебя быстро крутится, да, сидят, одновременно мигает, и при скорости кажется, что у тебя какое-то время, ну, видно время, да, я этим заинтересовался, понял, что у меня очень плохо со схемотехникой, я ее не понимаю по схемотехнику, не могу. 139, никто ниже сотни еще пока не ушел, не могу, ну, не понимаю, как все раскидывать это дело, но ардуино этим тем и хороша, что не нужно париться по поводу схемотехники какой-то, да, как развести резисторы, транзисторы, у тебя уже все готово, просто, ну, подавай в нужное место, в нужное время информацию, это будет работать. А где халк на сайт? Нет, не заходил. Я не, может, ты заходил, ну, прогулочный, потому что я, потому что я, визи электроникс, вот, вот туда мне посоветовали пойти, я его весь и считал. А там, по большей части, по электроникой чем-то, вроде? Ну, тем не менее, то есть, я пытался что-то сделать, понял, что мне не хватает, не могу и все, то есть, как бы, блин, а хочется, понимаешь, что-то такое делать, как бы, заставить вот железо, да, что-то, чтобы оно как-то тебе отвечало интересно, то есть, это же тема робототехники тоже, то есть, какая она достаточно отдаленность, тем не менее. Про FL Pro что-нибудь слышал? Про что? FL Pro. Нет, что это такое? Программировать даже не надо, просто накидываешь нужные влоги, соединяешь их. Ага, все, я видел, ну, игры так пишут, по крайней мере, индюшная. 97. Меньше сайта. Меньше сайта. Меньше сайта. Да, смотря какая. Да, смотря, что тебе нужно, но там, по большей части, популярная тема, это соединять Uno и Nano Arduino, то есть, она увеличит количество ножек, и Nano, например, отвечает только за свет, а Uno, она начинает работать с периферией дополнительно, которая, если требуется в квартире. Ну да, в зависимости от количества ножек и так далее. Ага. Да, вот мне, кстати, надо. То есть, я проэкционализовывал, у меня дома лежит квадрокоптер на Arduino Mega. Ну, полет там... Немало зелено. Мало зелено, но не добавляй зелено. Много фарига даже. На самом деле, еще интересная штука, то есть, вот Arduino, она больше, не знаю, как правильно сказать. Попробуем. То есть, у Arduino нет своей операционной системы. Да. Ты заливаешь на него исполняющий код. Вот. И он должен бы его сделать. Есть Raspberry Pi. Это прям тот же самый компьютер, но все при том, с операционной системой. Давно тут сидишь? Да. Вот. И он более интересен в каком-то, не знаю, многопоточном процессе. Да, более сложный. Ну, он особенно. И то верно. Да. Ну, как бы, например, вот на Arduino Uno уже вот сейчас можно собирать, да, вот систему Uno. То есть, это контроль света, датчики слежения, датчики движения, смс-отправления, имейл-отправления, будильники. То есть, ты собираешься делать ремонт, делаешь проект, понимаешь, чего хочешь, да, распидываешь там электронный кабель, выставляешь себе уголок там под щитом электрическим для будильки, выпаиваешь эти штуки, подпаиваешь то, что тебе нужно, и все, она стоит, питается 220, ну, со своим блоком питания, да, и вообще проблем никаких нет. Так, Люд, к ним можно свободно Wi-Fi, Bluetooth, радиомодуль, конечно. Я себе делал, вот, на планшет написал программу, на Android и на Mega 16, но я, правда, все писал. Ну, ладно. Себе сделал такой для своих нужд осцилопа. Ну, вот. Ну, как? 145. Не круто. Ну, все, спасибо большое за прослушивание, был рад вам сказать, потому что я пришел найти субботник, и мне не понравилось, как рассказывают про Рудуин, прям сильно, потому что говорят, вот, смотрите, я сделал, это очень хорошо, это можно классно, но, блин, я так очень много, мне так сложно было какое-то время на робототехническом факультете в Питере, потому что тоже такие же вещи говорили, типа, а, была экскурсия, значит, была экскурсия по научно-исследовательскому институту, и там нам показывали механические руки, роботов-змей, там, ой, как это все классно, а вот вы будете делать, типа, с нами, если работать будете, и что-то, как-то, блин, как, что, не рассказали. Вот. Вот такие трагедии. Видимо, все. Спасибо еще раз. Спасибо.